Экологи бьют тревогу. Норма формальдегида в почве на территории Гуриевской птицефабрики превышена почти в 2600 раз. Такая высокая концентрация опасного вещества может привести к серьезным последствиям. 10 октября стали известны результаты экспертизы с места разлива формалина на территории Гуриевской птицефабрики. Не угрожают ли здоровью продукции предприятия, выяснял наш корреспондент Анастасия Данникова. Это все-таки формальдегид. Подтвердились опасения экологов. На месте разлива неизвестной жидкости на территории Гуриевской птицефабрики в конце августа выявили опасный химикат. Вещество формальдегид отнесено к особо опасным веществам и его содержание в почве, равно как и в атмосферном воздухе и в воде, может нанести серьезный ущерб здоровью, в том числе и угрожать жизни людям, а также поголовью выращиваемой птицы на территории птицефабрики. Напомним, аварий на предприятии произошла 29 августа. На месте экологического происшествия сотрудники полиции и МЧС обнаружили две поврежденные емкости, предположительно с формалином. Все, кто находился рядом, почувствовали едкий запах. Речь в глазах им стало трудно дышать. Такое обычно бывает при вдыхании паров технического формалина. Правда, руководство предприятия эту версию категорически отрицало. Что находилось в почве? Возможно, это просто сухое мыло, жидкое мыло. Пока трудно из-за давности. Лабораторный анализ более точно может что-то показать. Но на сегодня однозначно ясно, что это не представляет никакой опасности ни для почвы, ни для окружающей среды, ни для жизнедеятельности людей, в том числе и сотрудников фабрики. Оказалось, концентрация формальдегида была превышена не только в почве, но и в воздухе, и в воде. И последствия этой аварии устранить не так быстро и легко. Уходить он будет медленно. Поэтому, видимо, придется разрабатывать проект рекультивации этой территории. Убирать эти почвы, изучать, насколько глубоко этот формальдегид проник в грунтовые воды, в поверхностные водные объекты, если есть там поблизости такие объекты. И предпринимать меры какие-то хотя бы по мониторингу. До сих пор неизвестно, утилизировано вредное вещество или нет. И если формальдегид до сих пор там, он продолжает представлять собой серьезную опасность. Природа охраны прокуратуры уже выдала предписание о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Подобных экологических происшествий с начала 2000-х годов в Калининградской области не фиксировалось. Но долгосрочных прогнозов по Гуревской птицефабрике специалисты пока не дают. Для этого нужно провести на месте разлива не одну экспертизу, чтобы оценить серьезный вред окружающей среде. Анастасия Даникова, Максим Кириченко, Служба новостей, город.